79 человек отравились алкоголем во время праздников, 17 из них в тяжелом состоянии. С нового года цены на водку выросли. Теперь пол-литра горячительного напитка не должно стоить менее 170 рублей. Как отмечают медики, большинство отравлений из-за некачественного алкоголя по низкой цене. Вместе с тем в 2013 году ожидается и повышение цен на молочные продукты и хлебобулочные изделия, сообщает информагентство «Московские деловые ведомости» со ссылкой на Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли. По прогнозам, в среднем продукты подорожают на 4,7%. Основной скачок на молоко будет уже в январе этого года. Что касается мяса и мясных продуктов, то чиновники обещают рост только к концу 2013 года, в октябре или ноябре. В среднем процент подорожания составит 5,1%. На рыбу и рыбные продукты ожидается рост цен на 5,6%. По прогнозам, процент роста будет распределяться равномерно на протяжении всего года. Резкого скачка повышений не ожидается. Неплохие результаты в прошлом году продемонстрировало сельское хозяйство. Один из важных индексов, по которому судят о самочувствии отрасли, показал 101%. Выше, чем в среднем по России, где индекс сельскохозяйственного производства меньше 95%. Сказалось действие национального проекта, в рамках которого строились новые животноводческие комплексы и солидные финансовые вливания. Только в прошлом году из бюджета в отрасль направлено свыше 2 миллиардов рублей. Об этом на встрече с трудовым коллективом птицефабрики «Чувашский бройлер» заявил министр советского хозяйства «Чувашия» Сергей Павлов, подытоживая работу отрасли в 2012 году. Сегодня птицефабрику посетила официальная делегация. К слову, акционерное общество с долей участия республики. 49% акции у «Чувашия». Как изменилось предприятие за несколько лет, сегодня в очередной раз продемонстрировали гостям. А потом вместе обсудили, какие проблемы еще предстоит решить. Предприятие в последние годы меняет свое лицо. С этим соглашаются работники самой птицефабрики и показывают на конкретных примерах, каким именно образом. Модернизировали, к примеру, птичники. Причем постарались избавиться от ненужных издержек. Вот оператору не говорил. Оператор имеет сегодня зарплату, оклад, плюс премиальный. Премиальный еще состоит из некоторых. Вот счетчик воды, счетчик газа и электроэнергии. То есть у него затраты учитываются при формировании премии. При экономии сколько даете? С экономии или, допустим, 100 тысяч? Нет, там у нас по нормативе. Норматив есть, показатели есть, то 5% за воду, 10% за газ, электроэнергии. Это все учитывается. В одних цехах установлены бортовые компьютеры, они следят за микроклиматом в птичнике. В других более экономичная система отопления. Где-то 4 яруса. Все эти новшества уже приносят результаты. Производство мяса птицы в прошлом году увеличили на 2000 тонны. Но вот с ростом производственной мощности появились новые запросы. Теперь и корму нужно больше. Около 70 тонн комбикормов уходит ежедневно. И требуются новые земли. О проблемах предприятий и отрасли в целом говорили уже на встрече с коллективом предприятия. Где подводили черту под итогами 2012 года. Мясо произвели больше, чем годом ранее. 114 тысяч тонн. Если говорить о птицеводстве, то рост обеспечили как раз крупные птицефабрики. Успешные предприятия будут поддерживаться и дальше. Дали понять руководству чувашского бройлера. Вместе с тем государство продолжит помогать аграриям. Новое, которое было в прошлом году включено, это семейные животноводческие фермы. На эти цели было выделено 28 миллионов рублей. И были построены три семейные животноводческие фермы. И до сегодня они уже функционируют. Хочу отметить, что на следующий год эта программа также будет действовать. Но немного меняется правило. Республика заключила соглашение с Минсельхозом России. Теперь должна обеспечить определенные показатели по зерну, картофелю, молоку и мясу. В таких условиях предстоит сохранить поголовье скота. А ситуация такова, что в личных подсобных хозяйствах оно снижается. Важно создать семейные фермы не меньше одной в каждом районе. Стоит задача ввести в оборот как можно больше залежных земель. В республике все еще пустуют 25 тысяч гектаров. Нужно привлекать инвесторов. На решение этих принципиальных вопросов будут направлены дальнейшие усилия. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.